В эфире новостная программа Арцах. 28 января 1992 года правительством Армении принято историческое решение о Министерстве обороны Республики Армения, тем самым юридически обосновав создание армянской национальной армии. По случаю Дня защитника Отечества президент Республики Арцаха Раика Рутинян принял группу членов Союза борцов за свободу Арцаха, наградил их государственными наградами за значительный вклад в дело защиты Родины. Об этом сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. Выразив признательность за патриотическую службу, президент страны в своем выступлении еще раз подчеркнул, что последствия недавней войны не могут отклонить нас от пути государственного строительства, за который армянский народ борется более 30 лет. По его словам, благородная миссия, ежедневно осуществляемая защитниками Родины, является способом обеспечить долголетие Родины, а гарантированное развитие обусловлено совместной работой. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян также направил поздравительное послание по случаю 30-летия образования Вооруженных сил Республики Армения. Он отметил, что за эти три десятилетия армянская армия пережила исламные дни и прошла через множество испытаний. Армянский народ по достоинству оценивает всех наших героических солдат, офицеров, генералов, добровольцев, которые до конца сражались за защиту, безопасность, суверенитет и территориальную целостность Родины. Сегодня мы идем по пути системных реформ, направленных на дальнейшее развитие Вооруженных сил. «Республика Армения будет иметь профессиональную армию. Повышение боеспособности, уровня вооружения, условий службы в армии – наш главный приоритет», – сказал Пашинян. Президент Армении Армен Саркисян в последний раз поздравил военных как глава государства, отметив, что нужно быть единым с армией, потому что вооруженные силы – это гарант безопасности и идентичности, независимо от ситуации. Именно армия и образование, по его мнению, – основа армянской государственности. По словам Саркисяна, он также ждет и возвращения находящихся в плену соотечественников. И в этом направлении необходимо работать. Командующий армией обороны Арцаха генерал-лейтенант Камо Варданян направил поздравительное послание, в котором, в частности, отмечается. Сегодня всей нации отмечаем 30-летие формирования армянской армии важнейшей структуры, являющейся опорой нашей государственности. И согласно календарю Республики Арцах – День защитника Отечества. Ценности, которые в течение 10 лет гарантировали наше место и роль в региональных и геополитических развитиях, создали условия для дальнейшей жизнедеятельности нашей нации и государственности. Преклоняю голову перед светлой памятью всех преданных, павших за Родину, их родными и боевыми друзьями. Мои поздравления всем тем людям, стоящим у истоков формирования армянской армии и находящимся сегодня в ряду, которые когда-либо носили и продолжают нести величайшее звание защитника Отечества. У нас еще много дел и предстоящий долгий путь, и мы будем последовательны в сохранении сформировавшихся за прошедшие 30 лет лучших традиций и сохранении высокого звания защитника Отечества, говорится в послании. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Тувмасян, секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян и полковник армии обороны Арцаха Герой Карен Джалавян по случаю Дня армянской армии также направили свои поздравления. По случаю этого праздника делегация Национального собрания Республики Арцах во главе с вице-президентом Гагиком Багунцем, секретарем Совета безопасности Республики Арцах Виталием Баласаняном, посетила Степанакерский городской мемориал, чтобы воздать дань уважения. Они возложили цветы в память о героях, отдавших жизнь за Родину. Католикос всех армян Гарригин II посетил воинское кладбище Ярабулур, чтобы вознести молитвы за упокой души наших героев и за право нашего народа на мирную жизнь. Вице-премьер Мэр Григориан и вице-премьер Амбарсум Матосян в сопровождении членов правительства и других высокопоставленных лиц также посетили военный пантуал Ярабулур, чтобы почтить память армян, отдавших свои жизни за ненависимость Родине. От имени премьер-министра Республики Армения вице-премьера Мэр Григориан возложил венок в мемориал упавших борцам за свободу. Предстоятель Арцахской епархии направил слова благословения по случаю 30-летия образования армянской армии, который, в частности, отмечается. От имени всего духовного сословия Арцахской епархии приносим вам наши поздравления. Армия – это рождение свободолюбимого духа нашего народа и справедливой реализации его богоугодных прав. Она была сформирована в огне Арцахской освободительной войны и стала оплотом армянско-независимой государственности. Сегодня мы должны взглянуть на свое прошлое, понять свои недостатки и то, как сильно мы любим свою страну и свою армию. Мы молимся о том, чтобы Бог дал мудрость нашему народу понять истинную ценность и роль государства и армии и подчинить общее благо. Мы молимся за упокоение душ наших храбрых воинов и о скорейшем возвращении наших пленных сыновей. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян направил поздравительное послание по случаю этого дня, который является, по случаю Дня Защитника Отечества, который является источником нашей силы и борьбы. Тот, кто поддерживает веру в будущее. Сильная армянская армия всегда необходима для обеспечения физического существования, суверенитета, достоинства, прав и свобод армянского народа на своей собственной родине. Ушел из жизни общественный и государственный деятель Юрий Нерсисян. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Степанакерта Давид Саркисян. Мы будем бесконечно благодарны человеку номер один, руководящему судьбой нашего города в жестокие дни борьбы за выживание, одному из лидеров арцахского движения и одному из сторонников становления нашей государственности. Память о великом гражданине навсегда останется в сердцах как его современников, так и будущих поколений, написал Саркисян. Россия планирует проведение профильных контактов по вопросу делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом на еженедельном брифинге вчера заявил представитель МИД России Алексей Зайцев. Он отметил, что Россия продолжает тесное общение между представителями двух стран в рамках принятых трехсторонних заявлений, которые предусматривают создание двухсторонней комиссии по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России. По его словам, существование комиссии позволит предотвратить возникающие инциденты на границе. Также планируются профильные контакты между странами, о которых СМИ будут проинформированы заранее, сказал Зайцев. Армянская сторона пытается понять, что не устраивает Азербайджан в предложениях Еревана по демаркации и делимитации. Об этом в эмиральном комплексе Ярабулур заявил министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян. Он отметил, что сейчас идут постоянные обсуждения, на основании которых предстоит разработать новые решения. Ранее Арарат Мирзоян заявлял, что Азербайджану были сделаны предложения по повышению уровня безопасности и стабильности. Из Баку был получен ответ, что предложения неприемлемы. Вице-премьер Мхер Григориан заявил, что трехсторонняя группа вице-премьеров пока сосредоточится на работе экспертов для разблокирования региональных коммуникаций. Так, работа будет более предметной и позволит принять конкретные решения. Он также отметил, что на данный момент понимание удалось достичь только по железной дороге, а ее задействование можно будет говорить более конкретно. Обсуждения были достаточно продуктивными. По его словам, армянская армия уже реформируется, но пока перемены могут быть не столь заметны обычным гражданам. В августе прошлого года правительство в своей пятилетней программе наметило переход к профессиональной армии, пересмотр срочной и мобилизационной военной службы, сказал Григориан. Германия выступает за достижение долгосрочного и стабильного мирного урегулирования Карабахского конфликта путем переговоров в рамках минской группы ОБСЕ. Такое заявление сделал чрезвычайный полномочный посол Германии в Армении Виктор Рихтер. Британский депутат Ферлия Кларк призвала правительство Великобритании признать геноцид армян. Об этом она заявила во время дебатов в День памяти жертв холохоста, передает НьюСАЭМ. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию деятельность демократических институтов в Армении, сообщил в Facebook вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян. Часть резолюции посвящена 44-дневной войне в Арцахе, вопросам, возникшим после нее. Также подтверждена необходимость возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, сохранения культурных и духовных объектов. Урегулирование армян-азербайджанского конфликта должно быть продолжено в рамках Минской группы ОБСЕ, говорится в резолюции. Председатель кадастров и комитета по управлению государственным имуществом Республики Арцах Суренгалстян провел вчера рабочее совещание с ответственными лицами сферы кадастров недвижимости. Как сообщили из комитета, участники обсудили результаты работы, проделанные в 2021 году, представили отчеты, новые программы, реализованные в системе, проблемы, стоящие перед сферой, а также работы, запланированные на 2022 год. Также внедрём механизм автоматического расчёта кадастровой стоимости земельных участков. Подводя итоги совещания, председатель комитета дал конкретные поручения, направленные на устранение выявленных недостатков. В Арцахе выявлено новых 8 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики, вчера было проведено 80 тестов. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 19 пациентов. Врачи оценивают состояние пяти из них как крайне тяжёлое, двенадцати как тяжёлое, в том числе и молодые люди. Больные с лёгким формой получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире в режиме видеоконференции ответил на вопросы редакции четырёх радиостанций. Что касается вопроса об Украине, он отметил, что если это зависит от России, то войны не будет. Москва не позволит Западу игнорировать свои интересы. Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений. Но не Донбасс. Это внутрикрайский вопрос. О переговорах по гарантиям безопасности США и НАТО Лавров сказал, что они не завершены и в их ответах на российские предложения есть рациональные зёрна. Если хамство США по теме диппредставительств продолжится, у России есть резервы для уравнивания числа дипломатов, отметил Лавров. Что касается российских военных в других странах, глава МИД также отметил, что Россия нигде не находится без приглашения. По его словам, Москва должна активнее использовать мягкую силу и дипломатию на пространстве СНГ и работать с соотечественниками. Россия откровенно обозначает красные линии и готовность обсуждать вопросы по Украине на основе принципов отстаивания своих национальных интересов. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистом вчера замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли резолюциям Службы безопасности ООН, внесённые в франции КПРФ проект обращения Нижней Палаты к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Представители Киргизии и Таджикистана достигли договорённости о прекращении огня и отводе стянутых к месту пограничного конфликта дополнительных сил, сообщает ТАСС. Кафлимп между представителями Таджикистана и Кыргызстана возник 27 января или из-за закрытия участка автодороги Баткен-Исфана. В ходе столкновений один человек погиб и 17 получили ранения, говорится в сообщении. 170 ковров, именно столько удалось вывезти из Шушинского музея в дни войны, не могут найти пристанище. Ценные экземпляры сейчас выставлены в столичном музее имени Томаняна, однако сегодня выставка будет собрана. Об этом заявил владелец коллекции, в прошлом директор Шушинского музея ковров Бартан Асатрян. Он опасается уничтожения памятных экспонатов. По его словам, предложенные властью альтернативные помещения для хранения ковров не подходят по ряду параметров. А в самом Арцахе хранение экспонатов небезопасно, считает Асатрян. Наш эфир подошёл к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра, 29 января, на территории республики будет переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 5, днём 6,11 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова